Ребята, ну что, а у нас настал звездный час Евгения Шаталова, наконец-то, Женя, тот самый великий штурман, который перекопал половину Енисея и половину Карского моря, взял в руки пешню и сейчас отправится вперед пробивать путь. Давай, Женя. Просто Женя половину дороги говорил, блин, ну что за поездка, говорит, лайт полнейший. Я говорю, Женя, ну получай удовольствие от лайта. Вот, ну вот теперь время, как говорится, Женя, твое время настало. На самом деле, пока Женя смотрит маршрут, где бы нам проехать, в этот момент у меня, как у водителя, есть минутка для того, чтобы отвлечься от руля и сделать что-нибудь вкусное. А что-нибудь вкусное сегодня у меня будет колбаска из оленя и, конечно, черный хлебушек. Должна быть очень крутая. Еще даже ни разу не пробуют. Брусничная, какая-то по супер рецепту, сказали, что такая только у них. Что это у вас такое, ужин-стория? Да нет, садись в бутерброд, душ. Будешь... Раз. Да, отрезай. Что будем делать? А? Ждать, когда застынет, и поедем, или что? Нет, поедем. Ну, навстречу шел этот самый КРАЗ, он сказал, там по бамперу у него. Масса КРАЗа. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, где есть проезд и поедем. Сильный тонкий лед, в любом случае, надо будет идти рядом со старым следом, вот, тут потолще. Ну, сейчас мы, Женя, до того берега дойдем, посмотрим, что к чему вообще, куда ехать. И прием, какое-то решение. Ну, давай, я пока перекушусь. Вот здесь, так, вот и запах. Да, смотри, толщина, толщина. Вот. Так, что ли. А там? Там, ну, что-то. Лед кончил. Ну, да, это фигняный лед. Да. Не, ну, тут нормальный лед. А тут-то как-то слышно, кто-то не мой, толщий лед, смотри. Видишь, насколько он толщий? Там-то они его ломали, буквально час назад. Давай, подключи. А, смотри, Жень, я вот здесь справа пойду. Ага. Плотную. Вот, прямо вот сюда. А откуда, впереди, иди, вот где снег, особенно пробей. Там может быть тоньше лед. И вообще, может быть, даже не идти, а сначала садить пешком. Ну, давай, пойду. Ну, давай, пойду. Давай, сейчас я фонарик возьму. Нормалек. Отличный лед. Вот, смотри, свет у нас справа уходит. Вот, смотри, свет у нас справа уходит. Да, видишь? Вот это тонкий лед. Ломанный. Вот мы по краю пойдем. Вот здесь, вот здесь, Сань, смотри. Вот они еще, смотри, выгнали налет, это вообще красота. Вот по ней надо ехать. Видишь? Да, да. Это вышла вода и замерзла. Вышла вода, да? Да, сейчас. Отличный. Вот это все на льда нормальная. 10 сантиметров, 8-10 сантиметров. Надо просто пробивать, она ведет где-то холопа Посмотри глубину, может это второй Нет, это второй Это второй Это второй, это нормально А, ну знаешь что, мы попробуем Второй лёгкий, не езжи пробить Вот это... Этот-то нам придется сломать Слабый, да? Да Слабый, нижний, да? Нет, нет Нижний, нормальный лёд? 100 сантиметров 8 А, такой же как там, да? Да Тихо, хорошо Нет, нет, дальше, дальше, иди Вот это вот, иди О! 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 Сколько глубина? Ну вот так Это в принципе не страшно Там можно успеть, там машина провалилась, мы до земли Хорошо Вы же вытащили? Наша вон был. Я только поездок сзади такой бух-бух. Снимай, снимай, снимай. Срочно. Я снимал. Снимай. Что происходит, Влад? Влад, что происходит? Я посюда провалился. Ты провалился? А что было, Богдан? Ну, я решил немножко съехать оттуда. Съехал, подсветил. Вот здесь вот не спеша стоял выезжать. Морда провалилась. Ну, примерно где-то, наверное, вот так. То есть у меня пластик повесил. Вот тут видно прямо на этом. Дальше сначала включил 4ВД. Машина начала раскачиваться. Но, благо, как бы, собственно, глубина не сильно большая. И позволила. Но на 4ВД она не захотела вылазить. Все-таки диагоналка ее развесила. И, я как понимаю, нужные колеса не цеплялись. После этого понижайка. Блокировочка, причем только задняя. И буквально вперед-назад и машина вылезла. Вот. Если поставить на машину переднюю блокировку, то я думаю, что, конечно, зверюга будет вообще ехать еще как. Мы немного перед ком, когда утонули, Игорян сразу сидел у нас из экипажа Сереги. И мы спокойно ели бутерброд. Я, кстати, не помню, где мой бутербродик-то. Наверное, я доел его все-таки. Мы доели. Вот. И в тот момент, когда все провалилось, он оперативно... Где стропа? Надо дергать, иначе мы мерзнем. Поступил он абсолютно правильно. Вот. И после этого, говорит, давайте я вам стропу кинул в салон. Стропа в салон, друзья, в путешествии. И в экспедиции, тем более, особенно в суровой. Это плохая примета. Стропу на место, подальше в багаже. Она на место, но быстро доставаем. Ну, да. Я думаю так. Наверное, надо духов-то местных покормить. Мы-то на землю Чукотскую приехали. А тут все-таки и народы другие, и духи немножко другие. Поэтому давайте-ка, наверное, перед переправой мы покормим духов. И со спокойной душой поедем штурмовать тонкий лед, пустоты и наледи. Давайте. Вот здесь, где земля, я провалюсь. Да ладно. Серьезно? Слушай, ну духов-то... Да. Нужно аккуратнее быть. Давайте вот здесь мы тогда и прикормим. Потому что раз мы здесь провалились, оставим хлебушек. Развернем конфетки бабаевские. Не, ну у нас же должен был чукотскую водичку немножко, хоть как-то вот. Сейчас, кстати, пользуясь случаем, надо будет ее попить. Вот, сюда бумажки заберем и вторую конфетку. И попросим местных духов о том, чтобы мы не проваливались больше. Чтобы погода была хорошая. И чтобы мы спокойно съездили до точки и вернулись назад. Кстати, видно, как парит. Вот, смотрите. У нас там вода. Так, ну что, надо пустить. Водейте или я что-то? Вкусные? Красота. Ладно. Пойду переодену носок. Аккуратнее нам топать и больше трех на одном квадратном метре не забираться. Эй, где жопа? Жопа здесь. Такая же. Ну вот, я с первого раза пробил. Пока, в общем, мы тут переобувались. Теперь я переобулся, одел соломончики свои теплые. И Серега провалился. То есть, пошел так же к сугробу, где мягенько. А есть одно правило. Если снега много, значит там тепло, значит там парит. Значит, не хер туда соваться. Вот, и там он, собственно, булькнулся. Поэтому у нас тут легкое омовение проходит. Обстановка нормальная. Единственное, все налить прошли. Не можем с нее выйти на берег. Весь противоположный берег очень тонкий. Лед. И глубина, ну, по колено. Вот, так что ходим вдоль берега, ищем выход. С пешней, с лопатой. И с мокрыми уже у некоторых ногами. Пошел, переоделся. Да. Там у нас два варианта прохода. Оба стрёмных. Ну, когда нас это останавливало? Давай, Жень, бахнем. Давай, Жень, бахнем. Они так себе варианты. Оба точно проваливаться будем. Ну, и что? Вот. Просто один короче, но 100% провалимся. А другой длиннее, но процентов 70, что провалимся. Ну, провалимся точно. 100%. Да. Нет, по прямой, если пойдем по короткой, вот 200% одной стороной мы вальнемся. Это даже вот мы, там даже льда нету. Да нет, ну что ты, вон я там на ровном, на съезде вальнулся, а потом пошел духом кормить и там я тушил. Они такие говорят, братан, что-то сегодня походу делаю, надо будет купаться. Жень, скажи же, по прямой хочется больше проехать, да, чем направо. Нет, так там, нет, 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 по прямой там проваливаешься, просто от моего веса. Да, ну нет, по прямой мы правой стороной вальнемся 100%. Может, вальнемся и пойдем тогда, потому что там, в принципе, по большому счету, я как завалился, то есть ты проваливаешься как, ну бампер нижний как бы цепляет, ты нет, у тебя повыше, ты пройдешь, а я там цепану. Но если я пойду за тобой по разбитому, я пройду нормально. А ты сейчас, тебе снова надо в воду заходить, чтобы выйти? Нет, я уже выехал, я назад, вперед и вышел на след. А, ты прошел воду назад тебе? Да, все, отлично. Я сдал назад, развернулся, обошел, еще раз провалился, проехал еще раз. Все, то есть ты стоишь, вода сзади тебя. Ну, не такая луночка. Ну, нет, ну это самое главное. Ну, короче, тогда сейчас мы выбираем траекторию, причем даже есть мысль вообще ходом попробовать. Давай. Вот это вот, где кусты, если мы медленно, мы 100% встанем и вот она, корочка льда сразу остановит. Нет, тогда нужно где ходом, надо прям смотреть, куда выпрыгешь. Нет, 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 там не по правам выезжаешь на берег, просто там, вот если попробовать ходом, да, все забрутировать, все попробовать. И больше шансов пройти. Пойдем, посмотрим, и тогда принимаем решение, и уже точно увидим. Вот здесь уже получается лед. Если мы берем левым колесом вот сюда, правильный у нас сразу здесь ломится, и нам ломать его аж рон до елки, этот кусок. А там дальше до елки все. А там все твердо. Я думаю, это же пухлесок. Все, не ходи, не ходи, провалился. Нет, нет, там, вот. Нет, я понял. Когда ему идут пухлесок, то есть не жесткий маск. Ну, как бы так. Едем на ходу. Едем на ходу. Очень плохо. Там с выходом, что, вы посмотрели? Здесь надо точно это все убрать, снег, потому что он наберет воду, и он только нас задержит. То есть сейчас мы вот здесь почистим? Да. Сейчас, сейчас подождать. Согласен, согласен. Ну, нет, здесь льда нет вообще. Здесь мы сейчас почистим, будет вода чистая. А, ну да, если мы подождем час. Ну, давай отсюда начнем чистить, пока оттуда оно уже будет мерзнуть. Вот. Может быть, ходом она немножко нас задержит, чтобы она подержит. Все, блин, вторые запасные пошли, да? Вторые запасные вход пошли. Что делать-то? И варежки что-то мерзнут. Надо пойти вверхоночки, одеть перчатки, все, отмерзают. Давайте поглянем лопатку. Не стоим, ребята, на одном квадратном метре втроем. Ну, да, да, да. Кстати, ты специально водой, да? Да, конечно. Ты как бы укрепляешь, да, получается? Ну, будем делать переправу, больше вариантов пока мы не видим. Такой раз выединит. То, что делает Саша, называется заморозка. На улице, повторюсь, температура ниже минус 40. И сейчас вот эта вода, которую Саша раскидал поверх наледи, схватится буквально за пару минут. То есть здесь минут 5 тут будет очень хороший такой ледяной нас. И это будет примерно где-то плюс 3-4 сантиметра к тому, что есть сейчас. Плюс с условием того, что здесь есть снег, снег намокнет и тоже хорошо схватится. Вот, поэтому, как говорится, опыт и мастерство, дело такое. А Саня у нас по поводу Арктики, по-моему, в автомобильной сфере точно спец номер один. Плюс с Тibo. Плюс с Тgebаком. Плюс с Типа. Ну, что дверья, люди запрещены там на activists. АВТОНУ, КАИ. И трех его вывал family. Теперь... теперь комментарии без мата я собрал просто флеш рояль я по два раза каждой ногой буль бульк, 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 ой-ой-ой, затекает ну что, мы с такими мужиками, потом мы с ним поговорим ага, вон оно что если провалюсь, не то ничего за плохой будет тебе левым теперь нельзя проваливаться ну это да в общем план действий следующий, мы сделали несколько небольших майн, накидали сейчас здесь Игорь, ну ты нам что всю временную переправу ломаешь, ядрить колотить Серега, забери свою штурману в общем сделали немного майн накидали сверху воды она сейчас возьмется небольшой корочкой чуть подождем и позже сделаем это еще раз если был бы сейчас насосик поблизости насосик поблизости есть, но мне как-то его жалко нет, водой не хочется, он же нам под соляру ты знаешь, смотри, проблема в чем насосик со шлангом обсуждался для перехода через ледокольный след, когда мы хотели мы его с собой тогда специально взяли но проблема в чем не проблема, лень, простите это надо снять аккумулятор и перетаскивать его с лунки на лунку потому что у нас нет такого длинного удлинителя вот, ну блин 40 с лишним градусов, сейчас за 40 уже наверное не очень, поэтому не будем мы накидаем лопаты тем более, надо не забывать, что с нами известный арктический копатель Евгений Шаталов а этот мужчина рвался в бой все это время и теперь, смотрите, его не остановить по колено мокрый но, как говорится, у кого по колено тому и моря по колено да, Жень? как хорошо что нам с тобой по щиколотку настолько замерзло, что молния замерзла да ну, конечно перчатки огонь и тепло у нас сейчас будут блины как говорится, вкусные вот и надо что правильно, нужно найти где у нас замок из расчета по 3 на брат раз, два, три раз, два, три и еще на так вот так все открываем условия у нас очень экстремальные поэтому, как говорится церемониться некогда на морозе грязный вообще ничего не бывает все замерзает настолько что, как говорится грязь не может быть если она есть то ее нет ну так сегодня у нас в меню ты снимаешь вообще? да ну там тоже снимаешь? подожди а вот ты ты лайк поставил? ты знаешь что тут творится? мы мерзнем дружище, давай прямо сейчас нажми на паузу поставь лайк или дизлайк этому видео и напиши в комментариях что ты думаешь по этому поводу вот по поводу всего что сейчас здесь происходит я вам скажу это вообще не хухар-мухар это друзья Артик просто смотрите что-то в нем есть это блинчики это часть сумки была ничего страшного так закрываем нашу кормилет я наконец дождался того для чего сюда ехал подожди у меня аж камера из рук выпала то есть ты что хотел просто отжаться или помыть ноги? ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ну нормально да скажи я хотел ощутить все прелести Чукотки мороза налеги рек и сложные работы команды ну все по-моему все вообще от ладно сейчас самое главное нужно ощутить еще надежность и проходимость наших Тойот и тогда вообще просто 100 и 100 а самое главное надежность переправы которую мы наморозили это да это немаловольно а тут проверим какая команда какой мороз все сейчас сразу проверим а да друзья ну знаешь я так могу сказать вот стоим мы здесь да вам с той стороны экрана кажется что это полная вообще жопа я вам скажу так что на самом деле такой кайф во-первых компания отличная посмотрите все бравые ребята мы намокли мы все обморожены ну так чуть-чуть обморожены вот но при этом такие счастливые это самое главное это самое главное поэтому я еще раз говорю путешествуйте и получайте от этого удовольствие даже в таком холоде тут классно в общем мы тут подумали на самом деле и Саня предложил хорошую идею о том что сейчас нужно лечь поспать дать морозу вот все что мы сейчас закидали чтоб замерзло пока видите еще парит это значит что еще не вся вода замерзла сейчас она немножко подсхватится через часок ребята проснутся подкидают еще немножечко ну и там часа через три через четыре может под утро уже рванем туда мы-то на самом деле проскочили бы сейчас а вот с Серегой на двухсотке точно не пройдет но бросать мы его в Арктике здесь не можем ну как по-другому и поэтому будем очень долго с ним так что часик спим потом встаем немножко водички подкидываем а пока мы спим мороз дур строй будет делать за нас делать все правильно все ладно ребят давайте мы к себе а мы к себе встречаемся с утра на переправе давай туда все погнали ладно до машины напомню что на улице на самом деле так-то прилично морозит я думаю наверное ну минус 45 точно есть а то и все минус 50 но ребята настроение у нас боевое команда кстати очень крутая вот еще раз говорю все таки команда правильно подобрана люди это где-то 250% успеха можно ехать с полными мудаками и провалить супер легкий проект а можно ехать в самые тяжеленные условия с крутой командой и пройти все вообще на таком позитиве что просто потом это все будет вспоминаться вообще и только с хорошей стороны поэтому еще раз говорю люди команда это дорогого стоит хорошая команда ладно пойдем в машину придем в себя я думаю следующие кадры уже будут с переправой пойдем немножко погреемся и все-таки как-никак полтора часа на улице ну что как у вас дела еще рано говорит рахмет салам сначала а потом рахмет надо тепло у вас туда хорошо молодцы ну что они этот самый ставим будильник доложимся наверное ну сколько поскольку ну часа на два под замерзнет они сами проснуться подкинут там смысла нету и часа через четыре наверное я думаю о нем потому что рано с утра все пойдут они нам наломают же все ну если чем мы пикнем толкнем вас ну часа на четыре ставьте нас здесь не объедут я прямо на дороге стою ну да да ну они навряд ли пойдут они если пойдут то только здесь по дороге там самое главное сколько сейчас времени 20 минут первого 20 минут первого ну я думаю часов шесть надо выезжать как раз вот ну ладно давайте спокойной ночи мужики до завтра пойдем рахмет теперь а не хайр ну ладно на самом деле прикольно то что едем в хорошей компании ребят на двухсотке он Серега тоже едет поэтому что весело нам здесь сами едите у нас доброе утро поспали полчаса где-то два с копейками часа ходил разбудил ребят они еще спят сейчас соответственно уже пять двадцать договаривались на пять вот ребята там тоже уже проснулись проверили вроде бы все нормально там где я вчера проваливался вот здесь вот раз и там два сейчас уже сильно замерзл да но видно вот эти вот испарены на трещинах только тут вот как трещина в тех местах где здесь видно да как вода парит вот такие вот наростки снежные вот вот надо ехать скоро она будет наружу опять все вырываться вот благо мороз давит доброе утро благо мороз давит поэтому сейчас более-менее нормально потихонечку пойдем вперед ну и переехав будем ждать ребят давайте с богом жень что там какие прогнозы у нас там очень тонкий лед я провалился несколько раз а здесь лед тоже тонкий но нижний слой недалеко не глубоко я понял вот сейчас видно сейчас Саша наверное его под проломит тогда что погнали потихонечку за ними сейчас посмотрим что у нас там будет вон Влад провалился что ли или упал непонятно но продолжает при этом снимать так мы встали на следе смотрите за нами туда туда пошла вода вот и соответственно взорвали немножко наледи и вот вода сейчас пребывает что пребывает активно поэтому что надо сейчас сдать немножко назад для того чтобы не прилипнуть просто здесь в этой наледи вот сможем посмотреть она у нас там повсюду воду не заезжай пока потому что там развилка посередине воды и если Женя сейчас скажет что долел мы следом то мне до середины воды назад нужно сдавать а от тебя до меня полностью вода я подъехал к краю воды и пока мы стояли вода залила за меня и еще еще и я сдавал назад просто выезжал из воды есть основной слой льда который замерз изначально когда было для достановления потом в каком-то месте эту реку где она где проходит утечение ее прихватывает воды некуда в воде некуда деваться и она начинает выступать наверх тем самым она выступив наверх начинает затапливать ну здесь вот когда мы сейчас ехали проваливали совсем немножко почему потому что вода выступила и за сегодня там залила к примеру 15-20 раз залила и стала четко набираться набираться верхняя часть корочки схватилась а нижняя наполняется вот сегодня пока наполнилось сантиметров на 15 тонн здесь проезжали вчера где мы уперлись там можно было провалиться самое большое то есть вся пешня уходила была глубина выше полутора метров поэтому тут сколько воды наберет сейчас здесь ребята прошли посмотрели ну по щеку можно было смело ехать так что когда есть пешня и проверено то налить вполне безопасно ну было написано что всего ширина вообще всех наледей этот говорил километр а километр проходим и все там дальше уже нормально мы не читали мы не читали а я читал где читал но писали эти на форуме дальнобойщики чукотки что вот это налить развелась две недели назад что ли сколько-то на километр вообще длина вот этот километр и когда проезжал крас бензовоз он сказал что он говорит посмотреть на мои колеса там где примерно пол километра я думал что общая длина пол километра вот именно такой вот а он видимо имел ввиду именно кусков наледи моментов а не просто дороги нельзя ехать на налить не подкрепившись концентрация серьезная энергию и силы тратится много поэтому ложечку прячем поближе водички запеваем так у нас на льду марктическая водичка вот надо тоже съесть теперь можно ехать поехали а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИЛИПЛИ, БЛИДЬ, ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА правое колесо замерзла остальные крутятся но под подо мной лед надо женю спешной сюда под разбить и чтобы в сапогах подошел игорь спешной допустим не подразбил немножко тогда я там хотя бы назад да я стою в воде по подножкам да я думаю это было правильное решение нужно немножко продернуться вперед либо назад нам просто саймон стоит сзади как ни туда ни сюда вот ему до меня там пять метров не мне нужно просто по большому счету чуть-чуть меня поддернуть он справа там лежит практически наверху сейчас и садись сейчас и у меня тут ноги сухие мне это нормально хотя бы стань на подножку пусть стаи вон игорь колесо не пробить песню игорь а богат веревка где женя отходи трещина далеко пойдет женя уходи да 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...